Я думаю, что об этом событии очень многие слушали. И вчера очень многие, когда у нас конференция, получилась часть конференции, были готовы прослушать еще до конца, хотели узнать очень много разных новостей. И вот это вот, конечно, знаете, когда я летела в Стамбу, я летела, ну, практически, ну, скажем так, и оказалась в таком прекрасном городе. Здесь уже весна, здесь очень многие деревья в Стамбу. И, знаете, такая сенсация у меня в голове возникла, то есть весна, новое, все новое, цветение, то есть появляется что-то, как сказать, все расцветает, все появляется с силой, с новыми силами начинаем приступать уже к очередному витку, в каком-то витку компании, которая, ну, дает хороший образ. В результат. Встреча у нас происходила в отеле Hilton, это замечательный отель, на берегу Басовского залива, прекрасный вид из окна. И вот это вот, я еще раз обратила внимание на уровень компании, то есть компания всегда удерживает план. И сама вот так вот установка, само вот такое общение с лидерами, с лидерским составом, конечно, оно дает хороший результат. Очень мощный такой заряд энергии. В аэропорту мы столкнулись с вами, причем мы улетели совершенно из разных стран, она из Египта. У меня рейс был из Самары, то есть пришелся лететь мне даже вообще через, через Самару, скажем так. И мы с ней оказались в данном месте, в данное время, то есть сошли с одной точки, это тоже не случайно. Судьба, так сказать, сводит нас и показывает то, что мы на правильном пути. Здесь вы на этом слайде видите начало уже нашей презерации, то есть здесь первая встреча была с вами, с куклой из арабских стран. Далее внизу сфотографии, это наше общее, все те люди, которые присутствовали на данном мероприятии. И мне очень понравилось, что это начало еще одного очень важного процесса. То есть компания у нас продолжает развиваться, компания преподносит нам сюрпризы. И эти сюрпризы всегда для меня очень приятны. Иногда люди проятся за чего-то нового, но это связано с нашей психологией, потому что, как всегда, люди думают, что если что-то новое, это неизвестно, это неизвестно, что будет. И то, что мне нравится в нашей компании, когда у нас происходит что-то новое, я вижу, что это определенный видок, который просто, сказать, следующая точка, следующий там развитие, который является очень такой вот хорошим блокдармом для того, для того, чтобы поднять высокий уровень не только себя, но и своих группы, для того, чтобы получить нарушен чек, для того, чтобы всегда на высоте, для того, чтобы посещать мероприятия компании. Я считаю, что, и раз об этом говорилось, посещение мероприятий компании, чем больше ты на них находишься, естественно, чем выше у тебя их доход. То есть, Павел отметил, что это очень важный процесс, что эти встречи будут проходить чаще. Ну, то есть, коммуникация с компанией у нас налаживается, и я думаю, что, кстати, по графику у нас, по расписанию, следующая встреча практически получается ровно через месяц. Все знаете, да, что у нас будет миллионер-кул, а за миллионер-кул у нас еще будет событие одно такое, очень важное, о котором скажут позже. И вот это вот, конечно, начинается формирование лидерского состава. То есть, это уже вот такой вот коллектив, который вот складывается, это окружение, в которое, допустим, входит лидерский состав, это окружение как раз успешных людей. И мне хотелось бы заметить, что Фабио, конечно, не очень огромное видение. Я еще раз убедилась в том, что это человек, который, ну, достойно идет в компанию, знает, что нужно, и понимает, в каком направлении нужно двигаться. То есть, мы знаем, что двигаться можно на любом направлении, но дело в том, что главное, что оно привело к результату. А результат у нас какой? Естественно, результат это получение большего дохода. То есть, у нас финансовый результат финансовый не дается без результатов личностного роста. Если вы здесь, все сеть веки, как оно и есть, я думаю, то мы все понимаем, для того, чтобы быть на более высоком плане доходов, необходимо, конечно, работать над заводом. То есть, это прямая зависимость от того, что человек получает чем выше доход, тем выше, если сам плакон, то поднимает, то есть, в виде личностного роста. И дело в том, что этот процесс начинается, я думаю, что сейчас у нас возникает очень много вопросов по организации компании. И дело в том, что процесс, который вы видите на слайде, он немножко затянулся. То есть, все ждут известия по новому шефу, все ждут известия по акции. У меня для вас очень хорошие новости. Дело в том, что мы поднимаемся до Нью-Йоркской биржи. А Нью-Йоркская биржа, которая находится на острове, это всем известное такое название, это бренд. И дело в том, что там денежный поток гораздо сильнее, проходимость этой биржи больше, она известнее всех остальных, которые находятся на мировом рынке. И компания ктоит новое предложение для владельцев головных шефов. Через некоторое время будет официальная рассылка от компании, мы узнаем все новости. И, как бы, я знаю немножко больше, и я вам скажу, что новость очень хорошая. И самое главное, что она очень денежная. То есть, мы получим прибыль даже гораздо больше, чем мы ожидаем. Итак, ждем рассылки. Я думаю, что все в виде. Компания набирает обороты. Она выходит на зрелищий, более качественный итог. Действительно, меня поражают вот те события, которые происходят. То есть, сейчас весна. Сейчас, кстати, по работе именно в МЛМ-бизнесе сейчас самый скрест. Сейчас самый наибольший товарооборот. И вот сейчас в трейдинге. То есть, получается, что мы выходим на такой вот, так сказать, тап, на такой гираж, который действительно очень важный для нас. Мне, конечно, хочется рассказать очень много новостей, которые вы там услышали, но я пока не могу это сделать. Но уверяю вас, что новости, даже я отношусь к новостям с точки зрения анализа. Я всегда их анализирую, я всегда пропускаю через себя, а потом уже там делаю какие-то выводы. Но то, что я услышала на встрече, меня, конечно, очень, ну, серьезно принесло. Ребят, в Тюркей, я поняла, что это действительно вот эта группа. В общем, то, что сейчас готовит Фабио, для того, чтобы это узнать, вам нужно быть на событии, которое состоит в том, что меня не глупо. И следующий этап, по-моему, это огромный, потому что, да, такой денежный, плохо новостей, я бы даже сказал, это события в Сталбоне. Конечно, на этой речи мы двойнули с Файду, мы общались с Александром, мы слушали Вальтера в Безуте, и Александр Санаториев дал обзор структуры нового, очень вкусного, использованием сайта, о котором говорилось в Безутболе. Да, все помните об этом. Сейчас, в настоящее время, конечно, у нас есть сайт, да, но он такой вот, имеет такой временный, ну, работает во временном периоде, и этот сайт, который у нас такой переходной. Сейчас готовится выход нового сайта, мы видели, мы уже имели возможность получить фотографии, мы видели слайды, и, конечно, он будет очень функционален, он будет содержать много картинок, роликов, там будет вся информация, и такая вот, как бы, структура, которая достаточно будет проста в исполнении. То есть любой человек может зайти и сразу все найти. Действительно, мы сможем скоро этим всем наслаждаться, потому что в ближайшие времена как раз этот аппарат уже произойдет. Всем нам известно, да, об этом говорилось и в Дубае, и на остальных событиях, что у нас создается система, платежная система, именно Power Cloud. Так как это удобство и необходимость компании. То есть это Power Cloud, это у нас классический бизнес, да, и мы владеем своей электростанцией. По сути дела, вы уже являетесь дистанционным бизнесменом. И для того, чтобы получать доход, вы открываете, вы открываете свою карту, у вас будет система Payout. Payout именно создана для Power Cloud. Вот такими стихами получается сказать. Дело в том, что все денежные средства, которые вы выводите, у вас будут на своем счету, на отдельном счету. И это как поизвестие, которое мне тоже очень так понравилось, потому что очень многие меня всегда об этом спрашивают. Все столкнулись недавно с тем, что в Work Global Money была приостановлена функция переводов между партнерами. В самое ближайшее время, вообще как бы в очень ближайшее время, будет возможность перевода уже с одного кошелек, кошелька на другой. То есть восстановление функции перевода между аккаунтами. И еще очень такой вот хороший вопрос, который нам озвучил Фабио. Это уменьшение максимальной комиссии при формировании ваучеров, да. То есть для того, чтобы сделать ваучер, мы теперь будем платить немного меньше. Очень такой вот вопрос, который часто все задавали о том, что... То есть у нас в Work Global Money есть два кошелька. Основной кошелек и фандинг-вайк. И дело в том, что эти кошельки два. Раньше они не объединялись. То есть не было возможности пополнить, к примеру, фандинг-вайк с основного кошелька. Сейчас эта функция появляется. То есть при формировании ваучеров или при покупке продукта вы сможете докинуть деньги, перекинуть деньги между этими кошельками, которые у вас находятся в вашей платежной системе Work Global Money. Еще хотелось бы заметить о том, что в скором времени у нас появится карта, которая, ну как бы она посчитаться будет лидерской картой, которая имеет больший лимит. И эта карта будет пеленная, и она будет сделана, она специально будет выпущена, выпущена именно для лидеров, то есть для людей, которые уже получают такой вот, ну, с определенной ступени хороший доход. То есть здесь будет больше лимит, и эта карта, я думаю, что будет пользоваться хорошим спросом. Дальше мне хотелось бы у вас познакомить еще с одним направлением. Я, конечно, жду эту карту, и это будет хорошая подспорья к работе. И вот общее впечатление об этой встрече у меня такое, что, знаете, ждет следующая волна. То есть у нас на рынке, на рынке MLM бизнеса, я пока еще не встречала компаний, которые, естественно, помогут конкурировать с нашей компанией по размаху, по уровню, по тому, что сейчас происходит. И я думаю, что все мы на правильный путь. То есть в жизни нас всегда ведут, знаете, по жизни нас всегда ведут какие-то условия, в которые мы попадаем, в какие-то случаи. И хочется вам открыть такой секрет, что случайности нет. Случайности – это приопределенная такая, предопределенная закономерность нашей жизни, которая ведет нас к нашей цели. То есть кто-то ставит свои цели, кто-то ее цели там немножко неуверенно, а кто-то говорит и ставит цели так, как он хочет. Он продолжает мечтать, продолжает идти вперед. Это позиции лидера. Кстати, быть лидером все-таки достаточно тяжело, потому что это постоянно выход из зоны комфорта. И следующий блок мне хотелось бы передать слово человеку, который никогда не сдает позиции. Человеку, который всегда...